В этом зале сегодня собрались те, кто увлечен спортивным развитием. Более сотни ребят, разные возрастные группы, разные секции, разные направления. Здесь борцы как вольного стиля, так и классического, боксеры и дзюдоисты. В Буйнахском районе, селение Нижнее Казанище, прошел мастер-класс титулованного спортсмена, бойца UFC Рустама Хабилова, в новом спортивном комплексе, который носит имя заслуженного мастера спорта по вольной борьбе Бахтияра Ахмедова. Сегодня будет мастер-класс титулованного спортсмена, это боец UFC. Я думаю, у всех, наверное, знакомы с ним, Рустам Хабилов. Всегда рад присутствовать там, где есть дети, в таких мероприятиях. Приятно видеть такой зал. Уверен, здесь будут и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. У нас не было такого стимула, что там приезжал какой-то спортсмен титулованный. Я буду показывать то, что я умею, делиться своим опытом. Огромное количество людей. Здесь собрались жители всего района. Те, кто увлекается спортивной жизнью. Блогеры, политики, депутаты и общественные деятели. Не все добьются таких результатов, как ты. Но все равно мы думаем, надеемся, что будут такие ребята у нас. Миша Айлала, мы вместе, Миша Айлала, будем это тоже отмечать, когда я буду. Да, Айлала в ближайшем будущем. Спасибо тебе, спасибо вам за то, что приехали. За все в Аркаву. Телепроектом нашего телеканала «Мастер спорта» регулярно проводятся встречи подобного масштаба. Они служат прежде всего популяризации смешанных единоборств. На эту работу обратило внимание Министерство по делам молодежи Республики Дагестан. Почетным гостем мастер-класса являлся заместитель министра. По заместительству титулованный «Боец смешанных единоборств». Мастер спорта по рукопашному бою Магомед Маликов. В 23 секунде сделан аккаунт на Александровку. В Индии проживает около полтора миллиарда человек. В Индаризе проживает, в Индаризе самое большая, в 18 странах проживает 257 миллионов. Вот эти две страны, в Министерстве, они не имеют столько олимпийских чемпионатов, что делают, как в Агистане не считают, как в Агистане спорта. Вы должны понимать, что есть лицо Дагестана, это будет будущий Дагестан. И вам нужно над собой работать. Дети с увлечением слушали гостей. Все началось с работы, тренировочного процесса. Боец UFC провел разминку, которая включала скоростно-силовые и ряд простейших акробатических упражнений. Далее Хабилов продемонстрировал приемы, уловки и подсказки, которые пригодятся начинающим на их пути профессиональному спорту. Еще есть такой момент, такая фишка, когда вы уже деретесь или боретесь, вы зашли захватывать. Он тоже хочет вклицать его. В этот момент, когда он на вас пошел, чтобы захват взять, вам еще легче будет его бросать. Несмотря на то, что практически все спортсмены, которые старше 12-15 лет, соблюдали пост священного месяца Рамадан, это не мешало им проявлять интерес и выкладываться по максимуму. Изначально мы планировали поработать всего около получаса, однако тренировка по желанию ребят затянулась. Далее мы приступили к вопросам. Один из начальных о том, кто из наших бойцов первым подписался в UFC. Я скажу, у нас в плане борцовской части, вот я поехал в Америку, там реально большая разница была. Даже если нет тренера, которые там чего-то показывали, они вообще, мне казалось, особого понятия нет. Наши лучи борются. В плане борьбы у нас все диаметры, потому что я там себя чувствовал олимпийским чемпионером. Множество вопросов чувствовало, что те, кто присутствуют на мастер-классе и семинаре в виде диалога, готовились к приезду титулованного бойца. Далее вопрос о весогонке, о том, с какими трудностями сталкиваются спортсмены после запрета от восстановительных капельниц, о том, как правильно готовить себя к турнирам. Соблюдаешь четко, строгую диету и много воды пьешь. Когда ты уже по 7-8 литров воды в день пьешь, у тебя организм привыкает уже воду выделять. И сильно у тебя вода от подписью выходит. А потом уже, когда ты воду убираешь, там, на последние сутки до завершенного года, ты сразу убираешь воду, а она все дальше выходит и уходит. Советы, которые пригодятся каждому начинающему спортсмену, которые хотят, имеют большое желание добиться больших высот на мировой арене. Вопросов было десятки, самого разного характера. Один из интереснейших о том, когда промоушен UFC проведет турнир в России. Они хотят просто провести турнир здесь, как бы, найти человека, который готов все это на себя взять, не касаемо, там, ничего, там, ни политики, ничего. Такого же бизнесмена найти, как и сами, они же это же бизнесмены. Но я думаю, в ближайшее время, если будет с Россией чемпион, там, поиск будет у российского бойца позже. Вот тогда поощряю вероятность, что они проведут, им будет интересно еще больше. Потому что и российским, да, там всем будет интересно. Затронулась также тема минувшего буквально несколько дней назад турнира промоушена Fight Night в Санкт-Петербурге, в карте которого в главном бою вечера провел поединок Федор Емельяненко. Ему удалось одержать сложную победу над бразильцем Фабио Мальдонадо. Эту ситуацию прокомментировали Рустам Хабилов и Магомед Маликов. Я лично знакомился, общаюсь, он очень умный человек, он очень спортивный, хороший человек. В боях это очень много, он помогал, и Белый Мурк, и Хайгат, он выходил победителем. В этом бою тоже, ну, лично мое мнение, что я начальник для оценив соперника, думал, что это будет легкий проходной бой. Потом, после прохудшения пара, ну, собрался, мне Федор показал санатику, стойкость. Можно было, да, Савидонов сказал, ничего, да, где наш реванш сделает. Надо уметь идти оттуда, заняться своей семьей, своей дальнейшей жизнью, своей религией. Надо себе путь найти. Найдя путь, рассуждая глобально, все будет получаться, отмечают спортсмены, титулованные, известные во всем мире. В завершении, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан вручило благодарственные письма организаторам мастер-класса и Рустаму Хабилову. Министерство по делам молодежи благодарит Рустама Хабила Михайловича, бойца ЮСИ, за активную деятельность. Далее традиционная фотосессия, на которой начинающие спортсмены наших гостей просто не хотели отпускать. Арслан Дациев, Магомед Семир Султанов, информационная программа «Пульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова